О, там Рик Эстли. Не знал то, что на Йосу приехал Рик Эстли. Он, наверное, сейчас рад Рики, то, что смог на онлайн опять на Йосу приехать. Он очень любит на Йосу ездить. Давайте, наверное, ставку, если что, на 30 минут где-то так? Ой, не знаю. Можно, да. Сколько там VR? VR 30... а, 27.50. Да, можно 30 минут. Смож. Мне кажется, он смогет. Посмотрим. В общем, файл закружает. А вот нам показывают главного героя игры. Непосредственно Слэй Купер. Такого потомственного вора. И его, как это назвать, друзей, которые помогают ему совершать различные ограбления. Товарищи. Да. Клип в Рокси был. А для того, чтобы в триггер миссии войти. Сейчас наш герой разговаривает с Бентли. Это такой мозг всей операции. И, по-моему, сейчас надо будет сделать фотографии. Фотографии карт. Того, как двигаются поезда. Ну вот, за сюжет не особо помню, если честно. Да. Надо проникнуть, сфотографировать карты. А три карты там. Будет? Ну, это не очень сложно будет. Именно сам процесс фотографии. Да. И у нас вот будет очень часто встречаться именно такой мувмент при помощи атак, потому что, как понял, атаки нас немного подталкивают вперед. И это позволяет нам двигаться быстрее. Ну и позволяет стоять вот так, вот он забрался по наклонной поверхности такой очень крутой. Да. Ему из этой крутящейся атаки, ему игра позволяет стоять на этой наклонной поверхности немного, потому что она, как бы, немного придает ему мувмента. И поэтому после нее сразу может прыжок совершить. Фотографируем карты. Вот, у нас будут они в обратном порядке. Не 1-2-3, а 3-2-1. Сейчас заберемся на камин и мы будем фотографировать оставшийся. Да, тут мы... Это сложно было заметить. А тут он такое странное движение совершал, такое полускользящее. Это из-за того, что у него есть сейчас гаджет, наверное, так назовем. Вот сейчас это было, когда он выходил. Гаджет — это такие бактинки реактивные. Не знаю, с чем сейчас будет использоваться или нет. В общем, в эпизодических ранах разрешено то, что если по сюжету полного рана, ну, то есть если полный ран совершается, и к какому-то определенному эпизоду в полном ране игры с лая вы покупаете определенный гаджет, точнее, у вас есть определенное количество денег для того, чтобы купить элис, он используется в ранах. Его позволяют использовать отдельно в ранах, то есть без накопления во время рана, то есть монеток, за которые это все покупается. Сейчас мы будем при помощи скольжения перемещаться с наклонных рельс. Так, сейчас вот как-то он одну тычку получил и хотел ее получить, но вторая была лишняя, она немного замедлила. На самом деле там он тычку можно было не получать, просто дальше бы пропрыгал с прыжком и ударом своей тростью, при касании земли он бы минимальное тренинг получал и мог продолжить это, теряя теме меньше момент инерции при таких прыжках. И при определенных таймингах можно было немного проскользить побольше, если бы он не, если бы его не стрельнули. Лоси, лоси. Это строта называется Square Boosty. Это одновременное нажатие кнопки прыжка и кнопки удара тростью, такое, которое дает очень, ну такой своеобразный boost вперед. Да, также мы могли заметить то, что у главного героя есть парашют, он в дальнейшем будет тоже использоваться. Да, парашют это, он появился как раз в первый раз вот в этой игре, в третьей части. Сейчас Рикки вышел из игры, чтобы, насколько я помню, скипнуть что-то не скипабельное. Это вроде, может, это либо какая-то катсцена, либо Бентли объясняет Слайю, что делать. Он, по-моему, как раз в второе. Да, Райнер использует третью плойку, потому что это наиболее быстрая версия игры. Да, это ремастер трилогии. Использует в основном это из-за того, что загрузки быстрее. Стандартные старта в консолях. Вообще, Рикки еще упоминал то, что, если говорить про максимальную оптимизацию, то самая быстрая версия именно корейская, но, как понял, он уже привык играть на это и... Да, корейская, вроде, она быстрее из-за того, что там быстрее их алфавит появляется на диалоговых окнах. Вот, как раз, очередное, да, диалоговое окно. Минута катсцена скипается за счет такого деф-абьюза. Да, наш герой забирается в самолет первый из трех раз. И мы сейчас будем прыгать с парашюта вот на такие шары. И нам надо будет приземлиться на поезда, вот отмеченные красной меткой. По-моему, на все три поезда придется. И у нас вот как раз из-за этого три поездки на самолете будет. Ну, мы используем слайд. Ну, вот тут он застопорился, не смог в тайминг попасть и застопорил после слайда. Прыгать по шарам надо из-за того, что они взрываются, там наполняют какой-то рюкзак газом специальным, а потом этот рюкзак мы скидываем на поезды, чтобы взорвать люки на них. Тем временем мы приближаемся уже ко второму поезду. С третьим будет абсолютно то же самое. Да. Тут можно было заметить, что там можно прыгать не прямо наверх, а с боку. А с боку, да. А хитбокс как бы с боку задевается, с самого низа. Чтоб чуть быстрее упасть. В этом эпизоде мы также будем играть с друзей, которые нам были представлены. это Бентли и Мюррей. Мюррей нам даже надо будет освободить из подстража. Да. Да. Это нашей полицейской товарищнице. Кармелита, по-моему. Да, Кармелита. Но товарищнице она у нас будет, точнее играбельным персонажем, это в третьей части, а это вторая у нас. Но тут она нас преследует. Всегда. Необходимо, чтобы спрошу про мир и скакать в другие кусочки. Это последний раз, когда мы будем делать это. Так. Мы хорошие удовольствия с парнями. Он сейчас провел вот эти вот манипуляции с прыжком в воду и ударом для того, чтобы отгрузить, выгрузить пол. Сделал пол не коллизионным, то есть коллизию пола отрубил такой манипуляцией. Вот как раз мы видим кармелиту, нам надо ее провести как можно ближе к Мюррею и потом надо будет у нее украсить ключи. Для чего смотрим в пол? Многие могут подумать, чтобы лагов не было, но на самом деле нет, это просто манипуляция спауном наших врагов, то есть вот этих стражек, которые с фонарями ходят, следить за территорией. Ну и по фонарю вот так вот пытаемся заманить кармелиту. Это ее белый фонарь. Вообще, насколько понял, здесь есть несколько страт с этой кармелитой, и как ее вести. Одна страта есть через крыши, когда нас, в принципе, не видят вот эти охранники. Вот одна страта одноземная. Да. Как понимаем, он пытается кармелитой гарда. А да-да-да, кармелита может выстрелить в охранника и тогда охранник уничтожится мы видим на мюре кушает свои ногти да она не нет она его наоборот покормила перед тем как но не перед тем когда он сидел в клетке она им принесла еды и он за это очень благодарен у клетки в которой сидят мюрой 3 замка соответственно надо будет украсть три ключа кроме литы еще вот эта забавная анимация у них такая дерганая я не знаю либо они специально так сделали под комиксность либо что потому что она у них сохранилась еще в инфрэмусе первым такая же дерганая анимация но мне кажется это такое стилистическое решение статическое решение под комиксы в инфрэмусе то же самое было кстати эти комиксные вставки как будто из комиксы в том уже анимации получше сделали такие машин кэпчер или что-то около того тут прям такие все из одного кейф рамы в другой такой быстрый переход здесь мир и да очень грустит то что вот его заперли никак не выбраться слои его наоборот утешает то есть что ты забыл что твой друг прекрасный вор взломщик нам сейчас надо будет заманипулировать карбелита чтобы она подошла как можно ближе к клетке и запрыгивая наверх этой клетки она будет терять нас из виду и не отходя далеко мы будем из раз в раз вот совсем рядом здесь воровать эти ключи я почему-то помню либо это ошибочная память то что он как-то перепрыгивал сразу после что его я что-то не путаю делал что именно помню что как будто когда-то в каком-то ране то что вот так ты воровать из кармана заднего потом перепрыгивать над головой и там то ли guard поворачиваться то ли вот кармелита поворачивался и как бы сразу терял и извинен я бы всякого из честно не видел в ранах ну наверное наверное это просто обычные гарды или вообще в другом эпизоде что-то такое помню я последний раз заберем на крышу то с чего можно будет освободить мюре анимация окончания поисков будет сопровождаться такой дымовой гранатой боги она его заметил но в итоге он все равно в триггер зашел да да она была заграна на других нпс а сейчас у нас сменится персонаж на бентли если правильно помню на у бентли есть такое вот движение когда он очень быстро бежит его скилл тоже скилл гаджет сейчас ему не придется так делать у него будет другое средство передвижения не играл ты честь что дом ну спойлеры в общем он будет в валидной коляске в третьей части на ней кататься и у него будут всякие веселые штуки в ней уже установлены нам здесь нам надо такой своеобразный платформинг надо перепрыгивать лазером это мы типа находимся в поезде который едет нас вот как раз по нашему уровню только это вообще другой другая сцена в другом месте находится и пояс побольше теперь у бентли есть арбалет он стреляет усыпляющими дротиками и такие бумочки взрывающиеся вообще одна этой секции реки заявлял то что он является очень хорошим в плату очень скиллом ранером платформинга в этой игре и предыдущей игре он развалился в предыдущей игре теперь мы его собираем заново чтобы он опять не воскрес но воскресе ну и после каждой такой штуки рейки говорит то что есть такой бентли нам будет что-то обещать поэтому мы опять выходим из игры заходим заново чтобы это сказать сказал то же какое то 5-секундное сохранение есть когда не вылетает сейв брифинг окна при запуске игры. Вот такими метками разноцветными нам подсвечивается, куда нужно встать для того, чтобы дальше как-то продумать ограбление. У Бентли это зеленые метки, у Мюрре это красные, а у Слая они синие. Второй поезд. Такой референс к нейроавтомате. Ну по сути обычный скролл штан. Миссис с вертолетиком, который попроще, чем у Вай-Сити. Тут бластер у этого вертолета, у него нет предела скорострельности, поэтому можно мешить кнопку настолько, насколько позволяет физически пить руки. И этот меш, очень быстрый меш кнопки, поможет подстрелить в конце босса, то есть снять полоску здоровья быстрее. По сути просто как можно быстрее уничтожаем врагов для того, чтобы пролететь дальше. И, да, я просто это как-то напомнил, так что если есть время для донаций, то это довольно простой. Это потрясающе. Гейп50 доносил 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 доносил, что никогда в моей жизни не думал, что я бы увидел кто-то скорбежал, один из моих любимых игроков во время, вязать т-ширт, один из моих любимых рэперов во время. Ну, ты уже знаешь, что вы готовы. И 6рок155 доносил 7 долларов, у нас подходит к концу вот эта секция с вертолетом, но она у нас еще будет, там будет боссфайт, как раз против такого большого самолета. Ааа, раз тут вернулся. И теперь мы будем играть с Мурией. И Мурией очень хороший персонаж, в том числе в борьбе, он почти два ударов на все. Это довольно невероятно. Мы не будем делать много борьбе, а вместо мы будем делать... ...беер-наппинг, и вы увидите, что я имею в виду. Так что... В самом деле, я могу как-то обмануть. Третий играбельный мистер наш. Мурией. Мурией. Он у нас... ...сила в нашей команде. Мурией тоже может так вот дальше идти. Ну, на более короткие расстояния. Да, но он еще дамажит этим дальше как раз таки. Нам нужно... ...вытащить из под клетки эту... ...что это, дрезину или что это? Да-да-да, дрезину. Ааа... И... ...освобождать ее мы будем очень нетривиальным способом, при помощи медведя. О, да. Мы... ...эээ... ...ворвуем. Да-да-да. И будем ждать, пока... Маму медведь придет. Медведица, да, не придет освобождать их... ...из этой клетки. О, к сожалению, Рикки промахнулся. Ну и теперь у нас небольшие проблемы будут с медведями, потому что он из лошад промазал циклы и будут немного другие с медведями. Рикки говорит то, что... У! У! Рикки говорит, что ему очень нравится анимация бегом Мюрре. Ну и камеру на Мюрре лицо направляем для того, чтобы там гарды исполнились там, где нужно. Галочки поставлены, непонятно для чего. Заходим в дом, меняем персонажей. Используем момент, который уже видели. Это слайды и такой атак волк. Ну еще он плюс триггер миссии встал и встав на крышу, активировав внизу. Нам нужно добраться до последнего вагона. И вообще казуально нам нужно проходить так, что мы оказываемся внизу, потом только находим лестницу и поднимаемся наверх. Но как раз при помощи прыжка с атакой можно подняться выше и просто забраться на крышу. Легкая. И опять делаем то же самое. Еще забавный факт, то что эта игра, ну то есть сама серия Слай Купера, она очень популярная среди скандинавских ранеров. Ну то есть это Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Популярна она по той причине, что в то время, когда игры выходили на PlayStation 2, кроме основных языков, которые в себя включали английский, итальянский, испанский, немецкий и французский, на которые обычно переводили в то время игры на консоли, Слай Купера решили перевести на языки финский, шведский и тому подобное. И из-за этого, скорее всего из-за того, что в детстве как бы люди из скандинавских стран, ну дети из скандинавских стран, более такие, как сказать, лояльны были к тому, чтобы сыграть игру на своем родном языке, поэтому она очень популярна среди вот выросших тех же детей, которые начали ее спидранить. Можно на лидерборды зайти и посмотреть там все флаги с крестиками, грубо говоря. Сам Рикки, кстати, тоже, кстати, издали. Насколько помню, это уже финальная миссия. Да, здесь у нас будет босс-самолет. На вертолете, да. Который мы заспамим атаку и стрельбы. Ну, тут, судя по всему, явно меньше 30 минут. Ну да, анонтировочно еще где-то 2 минуты и... Вот как раз приближается тот самолет, который надо будет уничтожить. Непонятное фиолетовое окошко в нем сидит. Да, кстати, вообще не помню, кто это. А, это какая-то там... В предыдущих эпизодах она была типа на праннице Карамелиты, потом она... Когда Карамелита нас поймала, она ее предала или что-то типа того. В общем, она главная злодейка, грубо говоря, в игре. Вообще, по-моему, довольно необычный выбор эпизода. То есть, это и не начальный, и не самый последний. Ну да. По-моему, 8 эпизодов в игре и... Да. Выбрать шестой, это... А Рики после... Рики, когда к ранам Слая вернулся, он что-то захотел ВР побить в этом эпизоде, но решил подать его в итоге. Ну и в итоге спамим. Вот видите, как он спамит жестко. Да. И справа... Угу. Мы даже не все атаки увидим ее. У них кода, да. Вот такое. Ну вот здесь будет две фазы, по-моему. Хорошо. Хорошо. Так. Итак, это первая фаза. Итак, теперь мы возвращаемся к Слайу. Да, теперь мы возвращаемся к Слайу для немного платформы. Эта секция может быть как-то выше. А вторая фаза будет заключаться в том, что она будет кружиться из стороны в сторону, и мы будем стоять по центру. Спокойно. А, ну да. Нас выкидывают обратно. Вот это вот было лишнее второе падение. И здесь справа мы прыгаем на трубы, чтобы пробежать вагон извне. Пусть она по большому счету все равно то, что нас замечает, мы просто бежим вперед. Это сердце будет фу. Это сердце будет фу. Я не уверен. Да, похоже на сердце больше. Ну да, вот то, что Рики сказал, что не было стелс-слайда, это из-за того, что там под полоску здоровья есть полоска специального скилла, который у него закончился как раз. То есть не бесконечно можно приспалить. Оно стало 40 секунд. Успеет ли Рики нас память в нее за эти 35 секунд? 30 секунд. Думаю, успеет. Да, она не дала плохую атаку, так что... У него ноготь застрял в кнопке. О, Беливер, поздравляю. Поздравляю, этот... Поздравляю, горе он сможет. Пошли. У него прям на тоненькую. Да. Пусть-пусть. Решили посмотреть сцену. Да, всего на две минуты. А, а, стомачь по желудоку. Окей. На две минуты отстает от Вера это время. Да. Позже каждого эпизода есть вот такие комиксные вставки, о которых я раньше говорил. Позже. Тут, по-моему, переход в следующий зимний эпизод идет. В седьмой. Да, последний седьмой эпизод тоже зимний будет. Потому что мы еще не убили главного босса зимнего части эпизодов. Это Дон Бизон или какого-то там. Не помню, как его зовут. Бизон, что-то там. А вот Кармелита следит за той розовой пантерой. Лол. Где-то там. Г-erk, иぐ. Если вы Indonesia не喜 explodes, мне еще ждет этом самим быка прийти. А Рикки говорит то, что хочется, чтобы Fly больше людей ранило. Хочешь, что у него такая мечта есть, что всего 8 эпизодов, и он хочет на ИСА, чтобы попали 8 различных ранеров Fly'а, чтобы они как бы пробежались эпизодически полную игру за 5 часов. Да, и каждый эпизод ранил бы каждый раз другой человек. Но не хватит таких людей, это я точно знаю. Потому что изначально Fly'а в свое время, в году 2012, когда только уже на Твиче начали, в спидране уже более-менее начинать, тогда не очень любили бегать полные игры, полную игру Fly'а, потому что очень долго. Вот только бегали эпизоды. А полную игру уже потом начали больше бегать, чем эпизоды. После того, как очень много страт в каждом из эпизодов нашли. Да, Street Boys игра тоже следующая. Рики ее тоже, по-моему, бегал. Он, возможно, даже комментатором сядет, точно не уверен. Есть такая вероятность, потому что он ее спидранил, помню. Но игру я, к сожалению, не знаю. Такая же проблема.